Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. В результате блокирования движения поездов на Донбассе Украина не получила почти 240 тысяч тонн энергетического угля, а отрасль понесла 53,5 миллиона гривен убытков. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалезныти. Как отмечается, в целом на Донбассе заблокированы три участка. Захвачены три локомотива, 57 пустых и 47 вагонов с углем. Региональный филиал «Донецкая железная дорога» в очередной раз обратился в полицию и службу безопасности Украины с просьбой срочно принять меры для разблокирования трех участков. В связи с ухудшением погоды на Луганчине автотранспортные средства все чаще стали попадать в ситуации, когда без помощи спасателей уже никак не обойтись, сообщает сайт 06452. Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины, в Луганской области только за понедельник спасатели совершили 25 выездов, чтобы освободить из снежного плена застрявшие транспортные средства. В результате были эвакуированы 30 человек, а их транспортные средства отбуксированы из сугробов на чистые участки дороги. Больше всего выездов осуществили белокуракенские и лисичанские МЧСники. Около часа ночи на автовокзале Рубежного патрульные заметили молодого человека с предметом, похожим на холодное оружие. Катану хотел подарить другу на день рождения, рассказал патрульным 21-летний парень. Документов, подтверждающих, что предмет не является холодным оружием, мужчина не имел. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Это были все новости на сегодня, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся завтра ровно в полдень на радио 49-я параллель. Редактор субтитров А.Семкин